Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Мы с вами продолжаем рассматривать великолепные партии из творчества 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. Сегодня на очереди очень красивая партия, которую Каспаров сыграл в своей любимой странатистской защите. Это был турнир в Бугойно в 1982 году, и Каспаров играл против шахматиста из Соединенных Штатов Америки Любомира Ковалека. В этой партии Гарри Кимович Каспаров сумел создать очень сильную атаку на короля соперника, ну а Любомир Ковалек решил в данном поединке применить в дебюте очень хитрую систему Макогонова. С4, g6, конь c3, слон g7, d4, конь f6, e4, d6, конь f3, 2-0, и здесь делается ход h3. Смысл хода в том, что белые здесь не делают рокировку на королевский фланг, играют g4 и пытаются атаковать черного короля. e5 играют черные, d5, конечно, при закрытом центре фланговые выпады, такие как g2, g4, особенно эффективны. Черные играют конь h6, целью захватить пункт c5, слон e3, конь h5, и далее следует ход конь h2. Смысл этого хода в том, что белые в дальнейшем коня переводят на g4 и смотрят на пункт h6, ну а черным нужно как-то провести f5. Дело в том, что здесь этот ход затруднен, если на f5 забрать слонов, то как раз g4 последует, поэтому ферзь e8. Далее, слон e2, играют здесь белые, конь на h5 сейчас под ударом, поэтому следует ход конь f4 с нападением на g2. В то же время как можно было сыграть и f5, на это указывает сам Каспаров в примечаниях к этой партии, на взятие вот так вот пожертвовать пешку. Ну и здесь, если забрать слонов, то, конечно, в такой ситуации мы получаем очень мощного чернопольного слона, и это отличная компенсация за пожертвованную пешку у черных. Это партия Чернин против Юдит Полгар Нью Дели в 1990 году. Но Каспаров здесь сыграл немножечко иначе, конь f4. Конечно, в данной ситуации на f4 брать очень плохо, вскрывается чернопольный слон черных, поэтому следует ход слон f3 с защитой пешки, f5, и в этой ситуации не получается сыграть g3. В этом случае черные могут вполне забрать на h3, на ход слон g2 сыграть f4, защищая коня слоном и нападая на слона белых. Поэтому приходится играть сначала h4, ну и далее следует ход ферзь e7. Черные контролируют пешку на h4, g3 играют белые, и в данной позиции, видимо, Любомир Ковалек надеялся только на ход конь h3. В этом случае белые могли сыграть h5, конь b4, взяли-взяли a3. Ну и здесь если f4, то слон c1, постепенно фигуры черных отбрасываются, уже здесь нужно играть конь h6, ну и дальше белые имеют определенную инициативу на ферзьевом фланге, хотя как-то положение их короля довольно тревожно. Но Каспаров тут решил пожертвовать фигуру, он коня с f4 не убрал, а пошел конь b4. И вот в этой острой ситуации Любомир Ковалек сразу же совершает очень серьезную ошибку. Ему все-таки нужно было принимать эту жертву, то есть играть gf, ну и дальше на fe конь e4, самый сильный ход, и на взятие с 10 отходить слону. Да, тут, конечно, на b2 теряется, но после хода король f1, слон f5, конь g5, взяли, ферзь b3, конь d3, белые могут сыграть ладья d1, отходя ладью из-под удара слона, и на конь c5, защитой пешки на b7 и атакой ферзя, ферзя 3, ладья ae8. Взятие на a7, конечно, невозможно, ввиду ладья a8 и теряется белый ферзь, но, конечно, белые не обязаны здесь брать. Получается вот такая довольно интересная позиция, у черных есть динамическая компенсация за пожертвованную фигуру в виде двух пешек и отличного расположения фигур, но белые здесь держатся. Но Любомир Ковалек отказался в этой позиции от взятия коня, сыграл ферзь b3, ну и конь зашел на поле d3 с шахом, король e2 и f4. Таким образом, черные вскрывают диагональ c8 h3 для своего белопольного слона, атакуют чернопольного слона белых, ну и белым нужно отходить. Далее следует ход fg. Вот в этой позиции Каспаров уже начинает допускать неточности. Лучше было сыграть сразу a5. Идея в том, что на возможное a3 вот в этой позиции как раз вот такая атака одного из коней с идеей забрать второго, главная идея белых. Но здесь можно сыграть просто конь c5, нападая на ферзя, кони меняются местами, ладья b1 с защитой пешки, ну и на ход a4, король f1, конь b3, атака черных продолжается. Но Каспаров сыграл сразу fg, решил прояснить ситуацию, последовало симметричное взятие, и в данной позиции Каспаров бросил в топку атаки еще и качество, побил ладьей на f3. Это игра на красоту, но опять же ход a5 был лучше. Например, белый играет с лунь е3, дальше на ход с лунь е7, а3, а4, ну и на ход ферзь d1, забираем конем на b2, ферзь b1, конь 4, d3. Как акробаты под куполом цирка страхуют себя, здесь черные кони не дают друг другу упасть. Ну и дальше на ход король d2 следует c5, вот такой ход, ладья a2 с целью забрать все-таки на b2, но тогда шаг b5, один из коней пожертвован, но в итоге белый король вполне здесь может получить мат. Атака черных продолжается, но Каспаров пожертвовал качество, на взятие на f3 связал коня, вот в этом была идея. Ну и здесь лучше было Ковалеку на f1 пойти ладьей с h1, дальше на ладья f8, слон е3 и освободить поле для своего короля. На ладья f6, король d2 и на взятие a3. Все-таки здесь идея белых проходит, один из коней теряется, позиция примерно равная. Но Любомир Ковалек не угадал, он пошел на f1 ферзевой ладьей и после хода ладья f8 сыграл еще и конь d1. Это уже решающая ошибка, а здесь нужно было играть как раз слон е3. Идея та же, что и в предыдущем варианте, освободить поле d2 для своего короля. Ну и здесь у черных нет достаточных ресурсов для продолжения поведоносной атаки. Например, если сыграть ферзь f7, то тогда как раз король d2 развязываясь на слон f3, a3, ферзь d7, ладья hg1 и все-таки забирают здесь коня белые. Ну а если сыграть слон h6 в данной позиции, то тогда красивая ничья вот в таком варианте. Забрали на h6, ладья бьет f3, взяли, взяли. Идея в том, что черные здесь добираются до пункта f2, но мата поставить они не могут. Ферзь плюс конь, ну а второй конь слишком далеко. Ферзь f3, дальше король h2, на ничью белые согласны, несмотря на свой большой материальный перевес. Их король находится под атакой, напомню. Конь f2 с идеей мата, но ладья f1, конь g4, шах. И дальше король h3. На взятие король g4, ну и здесь черные максимум добиваются ничьей вечным шахом. Конь d3, и если в этой позиции сыграть ферзь бьет b7, то следует вечный шах с помощью ферзя и коня. Король f3, конь d1 и получается у нас ничья. Но конь d1 сыграли белые, и дальше Каспаров реализует свою главную идею нападения на коня f3 всеми своими активными фигурами. Если здесь сыграть слон бьет b4, то борьба сразу заканчивается после коварной вилки с поля c1. Ну а если сыграть слон e3, как было в партии, то после хода слон бьет f3, король d2, ферзь d7, черные все-таки проникают на королевский фланг своей сильнейшей фигурой. Если забрать на f3, то тогда взятие и на a3 следует ход конь c5, ферзь бьет b4, ферзь g4. Здесь у нас материальное равенство, но конечно черные здесь побеждают, потому что очень трудно все это дело защитить. На e4 под ударом, на g3 тоже под ударом пешка, поэтому позиция белых абсолютно безнадежная. Но упорнее было a3, но и тогда после взятия на h1, a5, вот такая защита, взяли, конь бьет b4. Действительно у черных здесь тоже победа, потому что и материальный перевес у них, и атака на белого короля никуда не делась. Ну а после хода ладья hg1, следует fh3, вторжение черного ферзя здесь решает. Но концовка очень красивая. a3 играют здесь белые, можно было пойти и fh2 в данной позиции. На король c3, a5, красивый ход, ну и понятно, что на взятие будет взятие пешкой, шаг, и здесь уже нужно отдавать ферзя, потому что на взятие на d3 следует просто мат, ферзь e2. Но в партии получилось несколько иначе, слон бьет e4, сыграл Каспаров. На размен на f8 белые забрали все-таки этого коня, но после ферзи h2, конь на d3 защищен слоном, и на король c3 партию заканчивает красивый ход, конь c1. В этой позиции Любомир Ковлек сдался. Дело в том, что если забрать этого коня, то последует ферзь bg1, черные продолжают атаку при материальном преимуществе. Например, сейчас угрожает ферзь d4, на ход b5 можно пойти ферзь e1, на ход слон d2 пойти просто ферзь e2 в данной позиции. Ну и белые здесь связаны по рукам и ногам. Угрожает просто ферзь d3, и черные фигуры просто добиваются здесь полной доминации. Ну а если в данной позиции отойти ферзем, например, на поле a4, сохраняя контроль над пунктом c2, чтобы не было мата как раз ферзь c2, то тогда черные могут пикантным ходом конь a2 отвлечь белого ферзя. Понятно, что на взятие этого коня последует моментальный мат. Ну а если сыграть король b3, то тогда хотя бы слон c2 с выигрышем белого ферзя. Вот такие красивые варианты они убедили, опять же, американского гроссмейстера в том, что после хода конь c1 его позиция абсолютно безнадежна. Вот такая очень интересная, красивая партия Гарри Каспарова в его любимой странгийской защите. Каспаров еще не был так точен, как впоследствии, несколько лет спустя, когда он завоевал звание чемпиона мира и громил одного соперника за другим в своих любимых дебютах. Но уже тогда было понятно, что этот молодой 19-летний юноша будет самым главным претендентом на звание чемпиона мира и может отобрать этот титул у тогдашнего короля шахмат Анатолия Карпова. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии, а также подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Спасибо за внимание. До свидания.